Восторгаться вампировой не надо, мы типа их болимся. Давайте поделимся страхами, потому что пока что мы реально их боимся. Они реально страшно, они кусают шею. Она говорит, не бойся, я тебя не укушу. Ребятушки мои, всем приветик, добро пожаловать на мой канал Тинька Плей, я Наташа. Мы сегодня с вами играем в Sims 4, в наше, собственно, пока что не вампирское, но будущее вампирское семейство. Мы с вами делали голосование в телеграм-канале по поводу названия вот этого всего. Было очень много предложений, в итоге остановились на том, что вы сейчас видите в названии, поэтому поприветствуйте наш новый вот этот интересный вампирский story-рассказ. Короче, дело шло не к ночи, давайте посмотрим, чем у нас занимается наша женщина Мисти Бу. Она вроде бы чатится с кем-то и ничего такого не предвещает беды. И котик по имени Ночь, который, кстати, все писали, что это отсылка к полночи из Фрэнбоу, решила полежать на лежаночке. Собственно, я рада, потому что теперь котик знает свое место. Удю, моя кышка. У нас сегодня есть работа или нет? Вот в чем вопрос. До работы два дня, значит, у нас входной. Я думаю, что есть смысл съездить куда-то в город, потусить, чем-нибудь вообще заняться. Но для того, чтобы быстренько это сделать, нам нужно, естественно, подмыться. Примем быстрый душик, что не в рабочей же одежде идти в конце-то концов. Ну и хотелось бы прибраться здесь. Пыль опять вот эта вонючая. Блин, вот вроде бы прикольное дополнение вышло про уборку, но мне не нравится то, что там постоянно все пылится. Вот это вот говно постоянное, и зачем оно мне нужно? Надеюсь, выйдет какое-то обновление и пофиксится-то, потому что реально раздражает. Включить все источники света я хочу, чтобы у нас было светло в доме. Не в темноте же мыться в конце-то концов. Во, немного уборки в доме не повредит, а то мы все ходим, как не пойми кто. Пылесосим. Да, теперь реально задолбаешься пылесосить в этой игре. Прям какой-то реально перебор. А это ты кому оставила? А, выбросить? Ну давай выброси, и это выброси. То есть это надо было вручную выбрасывать. Я такая думала, а вообще жесть. О, смотрите-ка, у нас наши кустики подросли. Надо ли что-то из них поливать или нет? Собрать урожай можно. Давайте продадим все, потому что будем немножечко зарабатывать с вами. Поливать вроде бы как пока что ничего не нужно. А вот продать продадим. И как раз с этими деньгами поедем с вами тусить. В город. Пить кофеек. Чем-нибудь интересным заниматься. Найдем, в общем, чем себя развлечь. Все, поехали, значит. Как раз 13 часов дня. Отправиться. Отправляемся. Путешествовать. Не знаю, правда, куда съездить на самом деле. Можно походить по всяким кафешкам, ресторанчикам. Но мне кажется, как-то не очень. Давайте пойдем по очереди. Виллоу Крик. Что мы можем поделать виллоу Крик? Мы можем съездить с вами в фитнес-зал. Кстати, давайте подвигаемся немножечко. Надо поддерживать все-таки форму. О, смотри. Давайте побоксируем. Потренируем удары. Как раз мы немножечко напряжены. Может быть, это напряжение спадет. Побьем по баклушам. А что у нас на втором этаже? Ну, на втором этаже такая небольшая чилзонка. Можно помыться. Посидеть, отдохнуть. Ну, а мы с тобой будем боксировать. О, какой милый костюмчик. В виде котика, кстати. Кто дикая львица? Вот она, наша дикая львица. Но она, блин, реально, видишь? Настолько скромная, насколько это возможно. Она вот даже боксирует, но она переживает, что ее никто не любит. Что она одинока. Что, в общем-то, как-то жить хреново. Ну, смотри, мужчина симпатичный. Он, по-моему, замужем. Он, по-моему, у него... Ой, не замужем, а женатый. У него, по-моему, как раз кто-то есть. Мы побоксируем до вечера где-то. А вечерком пойдем с вами в какой-нибудь, может быть, танц-клуб или что-нибудь. Ну, куда-нибудь сходим в любом случае. Надо будет поразвлекаться. Мужчина еще один пришел. Какие красивые мужчины в этом городе. Посмотри. Один краше другого. Но он не умеет заниматься спортом. Поэтому я не буду на него смотреть. Все, позанималась. Пойдем, примем душ. И можно отсюда валить, в принципе, что. Свои дела мы сделали. Позанимались. Погрустили. Попой потрусили. Себя показали. Ничего не получали. Отправляемся дальше. Синий бархат. Ночной клуб. Ну, в принципе, учитывая тот факт, что скоро наступит ночь. Давайте сходим именно сюда. Посидим. Поразвлекаемся. Ночью пожрем. И поедем домой. Ребята, уже наступила ночь. Я приехала, значит, в кафешечку. Тут какая-то тусовочка из бывших моделей по сим-симски. Тут прям просто, посмотри. Мэл Вайт собрала вокруг себя куча народа. Давайте что-нибудь закажем. Еду или напиточек. Давайте напиточек. Напиток. Давайте посмотрим, что мы можем заказать. Давайте возьмем пивка. Мы все-таки в пабе в каком-то. Ну, Эль. Что-то тут сплетничают всякие мужики. Тут и Оли рэпчик. Короче, собралась, братва, я хочу тебе сказать. Мне, пожалуйста, выпить. Мне надо раскрепоститься, потому что что-то здесь как-то напряженненько. Меня все напрягает. Я, видишь, какая недовольная жизнью женщина. Мне прям реально все как-то вот настроение не задалось. Я прям злюся. Злюся, я немного удавлюся. И можно заказать что-нибудь еще покушать? Какую-нибудь еду? Давайте посмотрим. Сосиски? О, сосиски хочу. Сосиски с карри. Я люблю сосиски с карри. Взяла? О, как аппетитно выглядят эти сосисечки. А ты выпила свой этот? Ну, они прям такие симпатичные. Кушай. Много сосисек не бывает. Короче, что-то явно пошло не по плану. Поэтому я приехала домой. Ты поехал, мой маленький малыш? Хорошо. А где котик? А где пол... Ну, ночь наша. А, ясно. Ну, пусть скочит. Че, мои там саженцы, василечки, все делечки. Нормально. Вроде бы у них все хорошо. Никто не жалуется. Давайте загадаем какое-нибудь желание. Пожелать навыки на повышение в карьере. Ребенка, романтику, семиллионы, счастье, энергию и юности. Давайте энергию и юности пожелаем. А, блин, а если я сейчас старухой стану? Не, не хочу. Давайте сделаем, во-первых, подарок. Принесем в дар тысячу семиллионов. Принеси дары. Колодцу. О-о-о. Дары шепчущему колодцу. Желания не понравились. И теперь он разгневан. Скорее всего, загаданные желания будут иметь неприятные последствия. В смысле? Тебе не нравится тысяча? Это что? Вроде бы мы ему... Во! Приятный подарок. Шепчущи колодцу. Желание удовлетворено. И сейчас склонен выполнять больше желаний. Давайте тогда загадаем желание. Навыки повышения. Давайте пожелаем повышения. Или романтику. Романтику давайте. Нет, повышение. Пусть нас повысят. Сейчас нас уволят. По-моему, нас уволили только что. Только не увольняйте, пожалуйста. Здравствуйте, мисси. Вам заняться работа? Мы обсуждали возможности вашего повышения. Но после подробного анализа мы заметили, что вы стали работать хуже. Вам придется пройти испытательный срок, в течение которого мы будем внимательно за вами следить. Мы на сайте рекомендуем образцово поработать или же вам грозит понижение. Понятно. Ого! Ну ты сучандра! Ты прикинь? У меня стресс. Меня только что чуть не уволили с работы. Чтоб мы с тобой жрали, братан. Иди я тебя по расчету свою. Поиграю с тобой. Я пожалую тебе на проблемы. Скажу, что у меня бесед в жизни происходит. Кот. Кот у меня полный трэш в жизни. Котик. Мотя моя, я тебя повычесываю. Я тебя вычешу, котика. Вот так вот. Правильно, подними свою жепь. Ласковые кошки. Ночь ласковая кошка. Она любит повсюду следовать за хозяевами. Ну, молодец. Давайте что-нибудь свяжем. Вязать. А, напряжена. Хорошо. Ты ничего не хочешь, да? Потому что ты напряженный. Ну, прими какой-нибудь расслабляющий ванну, душ. Хотя бы душ. Во, все. Давай тогда повяжем что-нибудь. Вязать шапочки. Продолжить проект. Давай, синяя шапочка медведь. Она его не довязала ее. Я думала, она довязала. Все, довязала? Что, опять не в настроении? Как же ты достала меня? Реально. Вот настроение у нее, конечно, отвратительное. Не буду больше брать эту черту характера. Потому что из-за нее какие-то реально проблемы. Постоянно просто. Во. Иди вязать. Продолжить проект для вязания. Синяя шапочка. Ну, сядь ты в нее. И вяжи. Сою сраную шапочку. Иди в жопу. Общайся тогда спокойно. Ничего она не хочет делать. Достала меня. Давай хотя бы так. Может, с кем-то наобщаемся. А что ей не понравилось? Что она не захотела? Вязать шапочки. Персонажа не могут вязать. Сидя на задвинутом стуле. Извините. Ну, пусть сможет вязать. Давай. Раскрой свою чакру. Что-нибудь там. Познай какой-нибудь зен. О. Нормально. Призраки в доме есть. О. Было бы здорово, если бы сейчас случилось что-то ужасное. Да? В смысле? Ход даже обделался от страха. Нужно убрать за ним какашки. Но это было жутко. Послание с того света. Общение с мертвым. Мести получает предупреждение с того света. Вот так вот. Не надо. Не беси. Понятно? Не беси. Вязать. Продолжить проект для вязания. Давай, вяжи свою шапочку. Какашку выкинула. Пошла вязать. Давай, вяжи. Ты будешь вязать или нет? Ладно, давай заново распустить. Вязать шапочки. Давай новую шапочку. Вот синяя шапочка. Вот эту ты, конечно, захотела вязать, да? А Ду вот что-то не понравилось. Свяжи, пожалуйста, что-нибудь. Я не знаю, когда мы встретим вампиров. Я все жду, что к нам придут ночью и высосут нашу шею. Но что-то никто не сосет. Проект для вязания завершен. Загляните в багаж. Ага, заглянем. Потом как-нибудь. Что, 14.59. Давайте отправимся куда-нибудь. Поехали. Что, давайте опять виллу крик тогда потихонечку. Давайте в библиотеку. А что? В библиотеке можно почитать. Можно быть умным. Разумным. Подумать о чем-либо. Вы можете найти редкие коллекционные предметы. Исследуй космос на космическом корабле. Хорошо, спасибо. Что у нас тут есть? Есть детская зона. Есть взрослая зона. Ну, неплохо. Давайте что-нибудь почитаем. 50 оттенков моих окон, властелинка от чели, видеоигры, игры, как ее заманить, кризис в амбаре, любовь и бутерброды. О, подожди-ка. Энциклопедия вампиры. Давайте-ка начнем читать про вампиров. История-то вампирская. Что, начнем готовиться. Опять она грустная. Опять у нее нет настроения. Это типа учительница местная или что? А, это библиотека. Что, ничего себе, какая женщина добротная. Такие сиськи у вас большие. Смотри-ка, она уже думает о вампирских всяких штучках. Уже что-то там проклевывается у нашей Мисти. Это ты что, мне книгу подложила? Такая типа, на, почитай вот это. Там больше информации про вампиров. Открыты тайны вампиров. Мисти углубляется в изучение вампиров. Если она продолжит исследование, то наверняка сможет найти много ценной информации. А я углублюсь. Я как возьму и углублюсь. Получен доступ к справочнику по вампирам. Во время поиска соединения о вампирах Мисти узнает про империю вампиров фон Флауэса. Она теперь может купить первый том энциклопедии вампира из категории «Тайны вампиров, воспользовавшись компьютером». Ооо, интересно. Мисти узнает из книги, что вампиры могут принуждать и развеивать принуждения с силой мысли. Неплохо. Нэнти Ланграб мне звонит. Алло, Винни? Чё? Ой, прошу прощения, не тот номер. Что-то мне какие-то рандомные чуваки звонят. Сейчас мы начитаемся про вампиров. Чё, мы теперь знаем, что они существуют, как бы, да? Получен доступ к пакетам с кровью. Мисти узнает, что существуют альтернативные источники пищи для вампиров. Она теперь может заказывать пакеты с кровью, воспользовавшись компьютером. А зачем? Ну нормально, она так узнала. А ты долго будешь читать вообще эту информацию? Мисти узнает из книги, что некоторые вампиры могут принимать облик летучих мышей. О, бойся летучих мышек теперь. Это что за голая женщина тут пришла? Ничего себе, такая прочапала, такая гневная, ты видал? Ладно, хватит читать книги. Пойдёмте пока займёмся своими делами. Чё, книжки почитали, про вампиров мы узнали. Теперь мы знаем, что они где-то есть. Теперь бы встретить какого-нибудь, хотя бы одного какого-нибудь вампирёшку, несчастного, злосчастного. Уж посмотреть хотелось бы, понимаешь? Короче, я пригласила на этот участок вампира, которого знала в этом городе. Я её как-то давным-давно создавала. Поэтому давайте с ней познакомимся, чтобы начался наш сюжет. Дискутировать о существовании вампиров. Давайте у неё спросим. Что я думаю, что вампиры существуют? Ну она прям выглядит, выглядит так. А вы чё, тут все толпой будем сидеть, что ли, общаться? Давайте не будем. Я слышала, что вампиры живые. Она, по-моему, этого не отрицает. Она реально этого не отрицает. Давайте спросим ещё у неё что-нибудь про вампиров. Восторгаться вампировой не надо, мы типа их болимся. Давайте поделимся страхами, потому что пока что мы реально их боимся. Они реально страшно, они кусают шею. Она говорит, не бойся, я тебя не укушу. Видишь, у них там что-то прибавляется отношение, всё замечательно, всё зашибись. Страхами вампиров дискутировать о существовании. Спросить про историю вампиризма. Давайте спросим, как она стала вампиром. Ну, скорее всего, она стала вампиром, потому что я так сказала. Миссия узнала, что Зейда безработная. Ну, ладно, бывает. Но она как бы вампир. Ладно, поехали домой тогда. Это было чудесно, мы теперь знаем, что вампиры существуют. Теперь нам с тобой нужно бояться. Теперь нам нужно пытаться как-то выживать, чтобы вампиры ничего с нами не делали. Потому что мы их боимся. Пока что. Давайте поищем какие-нибудь снова сведения о вампирах. У меня же есть компьютер. Блин, как вы меня достали. Запылесось её нахрен, эту говнинку. Надоели они мне выбросить. Наступи на неё. Пошла отсюда, вонючая пыль. Блин, они реально мне всё портят. Котик тут покушал у нас немножко. Тайны вампиров. Искать сведения о вампирах. Ну-ка, давай посмотрим. Надо бы чесночка накупить, ребят. Потому что чесночок наше всё. Ну и чё там? Нашла что-нибудь? Опять она напряжена. Опять у неё вот это всё. Ладно, иди тогда спать. Я всё жду, что к нам придёт какой-нибудь вампир и нас укусит ночью. Но чё-то никто нас кусать явно не хочет. Опять она напряжённая. Да достала ты уже. Что это такое за звук? Это что это такое? Что с моей квартирой? Что это такое? Это что? Почему она вся чёрная? Она реально вся пыльная и грязная. Давай её, убирай эту штуку. Надо вызывать нам подмогу. Потому что у меня, видишь, уже пыль летает в воздухе. Пусть к нам приходит, короче, уборщица и убирает. Потому что я одна, видимо, не вывожу. А прислуга по расписанию. Чтоб всегда приходила и убирала мне. Давай, пылесось. Надо срочно пылесось. Вот это выбросить. Капец. Вот это мы на что подписались с тобой? Ой, смотри, котик играется. Здесь моя зайка маленькая. Давай, выкидывай это говно. Быстро всё. О! Да ладно, я только от тебя избавилась! Засаси её! Засасывай её. Надоело. Какая хрень вонючая. Быстро пылесось. Всё, пылесось. Вот это вот выбросить тоже. Блин, они меня достали. Они реально выползают. Так, начать обычную уборку. Пошёл. Блин, у меня реально в доме грязно. Почему? На работу ещё пора. Ё-моё. Ну, поехали к ней на работу. Пока у нас рутина, ребят. Пока что вампирами не пахнет. Что-то явно идёт не так. Но ничего. Сейчас всё будет. Ну, здрасте. Я на работе снова. Давайте пойдёмте начнём болтать с пациентами. Давайте дружелюбно. Приветствуй дружески. Здравствуйте. Как ваши дела? Как ваше настроение? Нормально? Хорошо? Всё. Читать доклад о здоровье в интернете. Давай почитаем доклад о здоровье в интернете. А где его читать? Вот здесь его читать. Я буду немножко телепортами использовать. Потому что иначе это как-то... Вот, читать доклад. Давай. Работаем. Иначе у меня уволят с работы. А я что, зря что ли устраивалась на работу? Не для этого. Застелить постель. Застелить. Застелить, пожалуйста. Вот так вот. Дальше. Поболтать с коллегами. Вытереть лужу. Где лужа? А если я найду лужу несчастную? Вот сюда приходим. Вытереть лужу. Не надо пылесосить. Надо её вытереть. Протереть, протереть, протереть. Давай. Вы этого вылизываем. Вот что значит, когда хотела на работу, пошла на работу. И начинаешь вот с такого вот говна. Полотёрство. Поболтать с коллегами. Ещё раз застелить постель. Ну иди застели другую постель. Давайте. Излить чувства. Надо же поболтать с коллегами. Я тебе и залью, братан. Я, как всегда, пришла на работу. Занимаюсь всем, кроме работы. Кофеёчек, чаёчек, все дела. Замечательно. Давай, забирай эту штучку. Пей её. Пей, пей до дна. Не жалей. Поболтать с коллегами. Ну пойдём болтать с коллегами. Где? Где хоть какая-нибудь ещё коллега? Они, по-моему, куда-то все исчезли. Мы реально с этим чуваком здесь как будто вдвоём. Давай, иди к этой женщине. Жаловаться на облачную погоду давай. Пожалуйста. И скажи, что чё-то как-то я не знаю. Не нравится мне здесь, не нравится. Не пойму. Отлично. Пожалуйста, коллеги, на работу. Давайте нажалуемся. Жаловаться на работу. Кричи. Ты прям в кондикции, чтобы жаловаться и кричать. И говорить, меня задолбал. Это работа. Я увольняюсь. А ты такая, типа, ну ладно. Ты у нас особенная. Помоем руки снова. Я реально занимаюсь не пойми, чем здесь. Тут прям чисто так стерильненько всё блестит. Ого, какая женщина интересная. Ура! Мы закончили работу. Можно поизучать вампиризм, пожалуйста? Хоть сегодня. Поискать сведения о вампирах. Или я когда автоматически захожу домой, у меня происходят проблемы в жизни. Не, вроде бы ищет. Наконец-то она хоть что-то ищет. Вместе прочитала всё, что только можно найти в сети про вампиров. Если она хочет узнать больше, стоит заказать книги про вампиров, воспользовавшись компьютером. Но я не знаю, насколько нам это нужно. Я предлагаю поехать в город к вампирам и посмотреть, скажем так, на это всё вампирское чудо со стороны. Может быть, мы что-нибудь интересное с тобой там найдём. Как минимум, чесночком заручимся, чтобы у нас был чеснок. Для этого нам нужно приехать вот сюда, хотя бы, как минимум, в какой-то из домов и искать чеснок. Давайте наша цель сегодня найти чеснок и посадить чеснок, чтобы у нас был чеснок от вампиров. Опа-ча. А вам нормально стоит здесь? Не, не, то... Во, это что такое? Сексимская ловушка. Это не то. О, исчез. Он исчез. Он испарился. Может быть, мне чеснок в другом месте каком-то купить? Может быть, здесь его нету? Смотреть. Давайте посмотрим на чувака, который сделал сам себе свой памятник. Что пишут? Ну, такой прям вампир, вампир. Кровосися. Ну и что, всё это, что ты можешь сказать? Она, по-моему, ничего не хочет говорить. Но здесь вроде бы как так мрачновато, но тем не менее нормально. Вот. Нам нужно сделать с тобой вот такие вот штуки. Какие-то чесночные вот эти вот ловушки. Чеснок. Дикое растение. Я не могу его собрать. Значит, возвращаемся домой. Купим тогда чеснок, а где-то иначе. А что делать? Раз так не идёт гора к Магомеду, то мы пойдём к горе. Давайте, может быть, отправимся к той вампирше, которая... Вот. Надо посмотреть, где она живёт. Давайте её найдём. Отправиться. Одна отправлюсь. Мне просто интересно, где она живёт. Потому что, если она где-то живёт, то мы можем найти. Давайте поищем её в вампирском городе. Не здесь. А здесь всё пусто. Хорошо. Значит, не тут. Тогда давайте пойдём по очереди. Я просто не помню, куда я её сажала жить. Во! Там ещё мужик есть. Отлично. Там ещё есть мужик. А нам мужик нужен. Для того, чтобы наша история развивалась всякая. Интересно. Переезжаем в жилище Дюпонтье. Хорошо, давайте постучимся в дверь. Гномы какие-то тут у вас. Ну ладно, мне ваши гномы не нужны. Хотя, знаешь, я их потом продам. Тук-тук. Можно войти? Заходите. Какой красивый. Маркус. А вы что, мутите, что ли? Они, походу, муж и жена? Нет, он мой теперь. Я его отобью. Это моя цель. Моя цель теперь его, ребята, отбить. Я его буду отбивать. Давайте, во-первых, спросим. Романтика. А, я не могу даже спросить. Спросите о карьере. Ты где-нибудь работаешь или нет? Блин, ну он реально, он 100% вампир. Смотри, какой красивый вампир. Он мне нужен. Он мне нужен. Мистя узнала, что Маркус безработный. Спросить, является ли русалка. Но это тупой вопрос. Он является вампиром. Он скажет, какая русалка, я вампир. Я кровосися. Я буду кровососить. Видишь, он говорит, я не русалка. Ты что, русалка? С чего вы решили? Его это оскорбило. Давайте попросим у него совета. Скажем, я себя охренеть, как плохо чувствую. Ну, видишь, он вроде бы добрый, малый. Давайте с ним дружиться. Дискутировать о существовании вампиров. Восторгаться не будем. Скажем, что мы пока их боимся. Потому что они могут нас укусить, перекусить и укусить и откусить что-нибудь плоть. Покажу ему свои голые фотки. Видишь, ему понравилось. Он говорит, какие у тебя хорошие сиськи. Узнать лучше. Будем знакомиться с ним. Я реально... Если он твой мужик, я его отобью. Я сейчас реально узнаю. Романтика. Спросить, есть ли у него пара. У тебя есть пара? Миссия узнала, что Маркус в браке с Зейда. Ну, ёб твою мать. Нет, ты будешь моим. Ты понял? Ты будешь моим. Я сказала... А это кто такая? Она тоже вампир? А чё это тут тёлками себя окружил, ты прикинь? Ладно, Маркус, я буду это самое. Я буду с тобой откровенно. Ты чё, на меня гонишь? Ты на меня бычишь? Слышь? Мне нравится твой мужик. Я хочу, чтобы он был мой. Поэтому я сделаю так, что он будет мой. Но, наверное, он будет моим в следующей серии. А пока остановимся с вами на этом. Реально поставим себе цель, чтобы вот этот прекрасный мужчина-вампир был только наш. Блин, они все шипят. Я попала в логово вампиров. Они меня реально тут скоро сожрут. Ну, ладно, пиши, как тебе эта серия в комментарии. Как тебе, Маркус, нравится, не нравится. Стоит ли его отбивать у Зейды или нет. Увидимся мы с тобой уже очень скоро. Так что до новых встреч и пока-пока.